Итак, в данной системе нам необходимо найти наибольшее натуральное А, при котором данная система уравнений имеет меньше четырех решений. Такого рода системы проще всего решать графически, путем изображения на одном графике решений всех уравнений системы и нахождения точек пересечения и касания решений. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо понять, какие геометрические объекты каждый из наших уравнений задает. Начнем с уравнения синус х плюс у равно нулю. Мы знаем, что синус равен нулю, когда его аргумент равен нулю, π, 2π, 3π и так далее. То есть данное уравнение имеет место быть, когда х плюс у равно πk, где k принимает значение 0, 1, 2, 3 и так далее до бесконечности. Мы можем переписать данное решение в виде у равно πk минус х и заметить, что это есть не что иное, как уравнение прямой с наклоном минус 1 и точками пересечения оси у равными πk. Данное уравнение имеет не единственное решение, как мы видим, а множество решений в зависимости от того, какие значения принимает k. Так, если k равно нулю, мы имеем решение у равно минус х. Если k равно единице, мы имеем решение у равно π минус х и так далее. Таким образом, мы показали, что решениями первого уравнения являются прямые. Рассмотрим теперь второе уравнение. х квадрат плюс у квадрат равно а квадрат. Это есть не что иное, как уравнение окружности, а именно, или другими словами, решением данного уравнения будет кривая изображающая окружность с радиусом а. Теперь, когда мы знаем, какие объекты каждое из этих уравнений описывает, мы можем схематично изобразить их на графике и понять, как много решений мы можем иметь. Итак, начнем с изображения прямых. Первая прямая соответствует случаю k равно нулю. Вторая прямая соответствует случаю k равно один. Дальше мы можем добавлять прямые для k равно два, три и так далее. Для нашей задачи это не столь важно. Но все прямые и дальше будут уходить вправо вверх. Эта прямая соответствует k равно нулю. Эта прямая соответствует k равно единице. Дальше мы добавим сюда нашу окружность. Наша окружность в данной ситуации может пересекать только первую прямую. Может пересекать первую прямую и касаться второй прямой. Будем считать, что это окружность. А может пересекать обе прямые. Сколько решений мы будем иметь в каждом из этих случаев? В первом случае, когда окружность пересекает только первую прямую, мы будем иметь два решения. Это точки пересечения окружности и прямой. В случае, когда окружность пересекает первую прямую и касается второй, мы будем иметь три решения. Это точка касания второй прямой окружностью и точки пересечения окружности прямой. И в третьем случае мы уже будем иметь 4 решения, там, где наша самая большая окружность пересекает обе из наших прямых. Понятно, что если мы дальше будем увеличивать радиус нашей окружности, мы будем получать все большее количество решений, поскольку у нас количество решений первого уровня это бесконечное количество прямых, уходящих вправо вверх. По условиям нашей задачи нам интересны такие случаи, когда радиус нашей окружности такой, что количество пересечений окружности и прямых меньше 4. В нашем случае 3 и 2. А именно в случае вот этой окружности. то есть нам нужно найти такой радиус А, что окружность пересекает первую прямую и касается второй прямой. Для того, чтобы это сделать, обратим внимание, что данный треугольник, который образуется второй прямой и осями координат, является прямым. Если мы проведем из него бисектрису, она же будет медианой, и она же будет высотой в данном треугольнике. То есть этот угол у нас тоже будет прямым. И вот эти отрезки будут равны. А сама бисектриса будет не что иное, как наш радиус А. Как мы можем его найти? Но поскольку мы имеем дело с прямым треугольником, мы можем найти длину его гипотенузы, обозначим ее за B, которая будет равна… квадрат которой, по теореме Пипагора, будет равен сумме квадратов катетов. А катеты, а длины катетов мы знаем, поскольку мы знаем точки пересечения второй прямой и осей. Это Пи. То есть Пи квадрат будет Пи квадрат плюс Пи квадрат 2Пи квадрат. Далее. Поскольку данный треугольник, образуемый бисектрисой и одним из катетов нашего большого треугольника, также прямой, мы можем найти А, опять-таки, используя теорию Мифагора, как разность квадрата гипотенузы. В данном случае гипотенуза у нас будет иметь длину Пи. И оставшегося катета – это половина гипотенузы первоначального треугольника. Квадрат. А мы знаем, чему равно Пи квадрате. И это будет Пи квадрат минус 2Пи квадрат делить на 4. Это Пи квадрат на 2. Таким образом, для того, чтобы наша система имела меньше 4 решений, нам необходимо, чтобы радиус окружности А был меньше либо равен, чем корень из Пи квадрат делить на 2. А это приблизительно 2,22. Таким образом, наибольшая натуральная А, при котором наша система имеет меньше 3 решений, это А равное 2. Вот и решение. Спасибо. 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 Продолжение следует...